Значит, больше места он попал поворачивать, больше направо налево, допустим. Ход направо налево, значит, остановился. И здесь же тормоз как раз тормозит. Вот и все. Именно так водитель управлял трамваем в 30-е годы прошлого столетия. Олег Лавров историю этого вида транспорта знает на зубок. 25 лет он руководил городским трамвайно-троллейбусным управлением. На пенсии связи с любимым делом не прервал. Стал создавать музей Тверского трамвая. В двух залах пока идет ремонт, но уже скопилась масса редчайших экспонатов. Старинные фото, уличные фонари, отдельные элементы трамвая и даже рельсы. Их здесь целая коллекция. Английские, русские и немецкие. Образца 1938 года. А начиналось все в далеком 1901 году. 28 августа первый трамвай связал восьмиугольную площадь, ныне Ленина, с Морозовской фабрикой и железнодорожным вокзалом. Протяженность этой линии была совсем небольшой, чуть более 7 километров. Вагон оважатый, доезжая до конечной остановки, пересаживался в другой конец вагона и отправлялся в обратный путь. Сегодня технически все устроено иначе, но профессия все так же буквально манит людей, особенно женщин. Мечта с детства. Нравилось, как трамвайчики ездят, в город с мамой приезжали. Интересно было. Вот и пошла. Вы знаете, пейзаж постоянно меняется. Одно и то же никогда не происходит. Машины, люди, все это меняется. В 1967 году по Твери проехались первые вагоны из Праги. Кстати, ездят до сих пор. Чешская сборка одна из лучших. Надежная и долговечная. Внешний вид, конечно, оставляет желать лучшего, но об этом сегодня думать уже не приходится, говорит директор Горэлектротранспорта. Тверской трамвай давно переживает не лучшие времена. Я думаю, что это последняя точка, последняя черта, до которой мы дошли. То есть 6 маршрутов и 35 трамваев мы пускаем на линию. Если дальше будет сокращение, то в принципе встанет вопрос о вообще целесообразности, будет трамвай в Твери или не будет. В то время, как в других российских и европейских городах трамваи переживают второе рождение, являются скоростным, удобным и самым экологичным видом транспорта, в Твери они уходят в забвение. Противников у трамвая немало. Одни жалуются на его сильный шум и вибрацию, другие на крутые виражи, которые вагоны стали совершать все чаще. Но сам трамвай здесь ни при чем, говорят специалисты. Все дело в том, что ремонтом пути в областной столице не занимается уже лет 20. Отсюда и все проблемы. Ситуация осложняется тем, что в 90-х годах в Твери полностью нарушили схему движения трамваев. Из-за подрезающих их автомобилей составы в часы пик попадают в длинную пробку и катастрофическими темпами теряют своих пассажиров. В основном пенсионеры, конечно, льготники. Очень мало ездят трамвая, конечно, народу. Все в основном на маршрутках. Потому что мы постоянно стоим в пробках. Машины выезжают на трамвайные пути, попадают в аварию, и мы по полтора часа вместе с этими машинами, автомобилями ждем, когда к нам приедет гаишник и разрулит эту ситуацию. Нет, неплохо бы, конечно, разработать схему, когда трамвай ходил бы по обособленному пути, чтобы не допускать автомобильный транспорт на трамвайные пути. Различные схемы есть. Это надо отдельно разговаривать, отдельно, скажем, проекты делать и по Тверскому проспекту, и по улице Горького. Чтобы трамвай ходил у нас в городе 50-60 в час, как в нормальных европейских странах, и тогда, конечно, будет пользоваться популярностью. Рецепт возрождения Тверского трамвая лежит на поверхности. Было бы желание, говорят транспортники. Кстати, надежда встретить 115-й юбилей старейшего Тверского транспорта их, равно как и многих горожан, все еще не покидает. Ведь в нем целая эпоха, часть истории областной столицы. Очень много это можно говорить, но ясно одно, что люди очень много потеряют, особенно в нашем городе. Самые пассажиры емкий транспорт, понимаете, и экологически чистый. Да, все трамваи нужны, все равно паучка вручалась. Ирина Ковень, Максим Андреев, РЕН-ТВ Пилот.